привет здравствуйте ты из какого города и санкт-петербурга насколько у вас продукты подорожали есть информация пока не особо ощутимо но то есть не подорожали ну пока нет вообще до 0 магазинах которые я хожу нет а ну может быть в каких-то в дорогих магазинах может быть они еще не подорожали потому что не так дорогие но в пятерочке я смотрел сегодня ваш репортаж там из москвы правда показывал человек что все крупы которые особенно на акциях рис там дешевые консервы все сметено прям пустые вот такие вот стоят места вот где они были но ценник он показывает и пустые прилавки то есть люди сметают гречку сахар ну то что самое дешевое ну поэтому и ценник такой поэтому пока повысили потом снизит ничего страшного снизит вы думаете да то есть доллар будет рубль будет падать по отношению к доллару а цены будут снижаться в этом же рубле да вы так считаете нет они не снизятся исходных исходных а как же вы говорите что они будут снижаться тогда но они поднялись они на какой-то определенный период на определенный размер снизятся ну что нормально почему они снизятся но в честь чего с чем будет связано что они поднялись это понятно доллар а почему вдруг они начнут снижаться если доллар продолжает расти по отношению к рублю где они цены поднялись не потому что доллар изменился цены поднять потому что повысился спрос а почему повысился спрос люди решили за закупиться почему люди решили закупиться на всякий случай на какой всякий случай а что такое вы переживаете за наши цены нет нет но мне ваше мнение интересно у вас его нет нет мне просто не интересно я не а вам не то есть вы пока могли отвечали а когда уже последний вопрос на который нет ответа вам с этого момента стало неинтересно отвечать я понимаю вы вы типичная россиянка ну что ж если это для вас хорошо вы знаете для страны это вообще плохо в целом в целом в целом для россии и в частности для всех россиян вне зависимости от рангов если вы этого не понимаете но скоро вы это поймете ну мне ваше мнение не интересно ну ради бога ей не интересно мое мнение ладно хорошо для чего она тогда сюда вышла и поставила украину и потому что ей мое мнение не интересно понятно я два часа вас догонял чтобы сказать как вы мне не интересно все логично то есть привет здрасте привет как дела у меня нормально ты из какого города я из краснодара вы я из калифорнии классно то живете даже давно переехали давно до в конце девяностых еще тогда карате еще не родился но получается да я сам хочу во берегу но не жить а так чисто на месяц-два слетал а жить хочешь в россии по всей видимости наверно ты где-то учишься работаешь я учусь в университете на кого государственное и муниципальное управление кем выходят выпускники вашего университета клетками какими-то чиновниками да ну чиновниками но я не буду по профессии работать а кем где ты собираешься работать и вообще но в идеале я хочу ресторан слушая как ты думаешь сейчас хорошее время для открытия каких-либо бизнеса в россии или не очень да я думаю такой же как обычно а то есть в принципе экономика россии находится хорошем состоянии развивающимся то есть все нормально можно открывать бизнеса новый уже может и купишь тогда макдональдс 840 макдональдс ваших всех по стране закрылась его проще купить он ничего сейчас там не будет стоить зачем тебе вкладывать деньги создавать свой ресторан бренд какой-то не проще ли макдональдс или kfc купить не зачем я хочу свое а свое а деньги у тебя есть будут откуда заработаю каким образом кем ты будешь работать ты думаешь если будешь работать официантом то ты заработаешь на свой ресторан ну нет конечно у меня просто но но я и буду работать как бы официантом не нужно как-то бизнес нет нет официант это классная на самом деле но ты ты думаешь ты работая официантом заработаешь на свой ресторан когда нет 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 у меня есть знакомые ну как бы родственники которые понимают в этой сфере и как бы они мне помогут в дальнейшем они тебе помогут знаниями или деньгами я думаю что знаниями ну и отчасти деньгами тоже хорошо остальные деньги где-то возьмешь ну дадут тебе малую часть денег еще ты как официант заработали ведь возьму еще отложишь тысячу а ты знаешь что у вас сейчас учетная ставка только больше двадцати процентов и это далеко сейчас я же не буду открывать ресторан завтра придет когда нормализуется когда ты будешь открывать может быть через пять а ты думаешь россия будет существовать сегодняшних границах через пять лет думаю да у меня ты знаешь мнение абсолютно противоположно я абсолютно уверен что нет не будет почему ну потому что с учетом тех санкций и которые на нее наложили и тех трат которые она сейчас тратит на войну в украине россии осталось экономически жить очень немного и агентство фич если ты знаешь что это такое да экономичное агентство она про спрогнозировала это номер один мировое агентство экономическое она спрогнозировала дефолт россии который случится 15 апреля то есть один месяц еще у вас есть на это и будет дефолт россии как ты думаешь после этого будет возможность зарабатывать деньги открывать рестораны и тогда но я думаю что санкции которые вводят в россию это не только невыгодно как россии так и странным которых он потому что они теряют большие деньги тоже согласитесь стороны теряют но россии страна теряет деньги большие согласен но россия умирает при этом вот это цель всего мира сейчас понимаешь мы сейчас не говорим о том что от того что другие страны потеряют деньги от а это вас и не сможет ресторан открыть мужчин грема том что россии не будет как таковой а тем более ноте экономической возможности не будет у тебя открывать ресторан. Я думаю, что все нормализуется. А каким? На авось, да? То есть, а вдруг нормализуется, да? А вдруг придут марсиане и что-то изменят, да? Ну, а что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, я твое мнение. Я просто меня интересует твое мнение. Как ты мыслишь? Почему ты думаешь, что все нормализуется? Вот исходя из сегодняшней ситуации, почему ты считаешь, что может что-то нормализоваться в ближайшие годы? Расскажи, пожалуйста. Мне интересно, серьезно. Ну, так, я думаю, что санкции, которые на Россию будут существовать достаточно долго. Так. После того, как они прекратятся, все возобновится. Через сколько прекратятся санкции, как ты думаешь? Ну, примерно. Ой, я думаю, что это не будет долго. Я думаю, что менее чем полгода. Полгода, да? Вот я не хотел тебя огорчать. Но санкции эти будут десятилетиями. Как минимум. Почему? Потому что я тебе приведу пример. Значит, были такие санкции на Советский Союз наложены. Назывались они Джейсона Веника. Веник. Они были наложены за то, что Советский Союз не выпускал евреев, чтобы они уехали в Израиль. Это было в конце 70-х годов. Были наложены Советский Союз санкции. Так вот, после того, как Советский Союз в 91-м году вообще прекратил существование, так? Угу. Эти санкции остались... И давно уже никто никого не держал. Эти санкции остались на России. И они существовали. Их сняли. Если я не ошибаюсь, чуть ли не в 2000-е, по-моему, чуть ли не в 2008-м году. Понимаешь? Наложили в конце 70-х, а сняли в 2008-м. То же самое. Но сейчас же совсем другие времена. Совершенно верно. То есть, сейчас еще дольше на вас будут санкции, потому что санкции будут снимать тогда, когда Россия перестанет быть фашистским государством. Понимаешь? Так а почему мы фашистское государство? Ну, потому что вы напали на страну. И сейчас убиваете мирных жителей? Поэтому фашисты... Ну, мирных жителей никто не убивает, насколько я знаю. А, насколько ты знаешь. Понятно. Насколько ты знаешь. А ты не хочешь набрать в гугле там обстрел мирного населения в Харькове, там, бомбежка Харькова, бомбежка Мариуполя, количество мирных жителей, погибших в Украине от российских бомбежек? В гугле набери. Что значит, насколько я знаю? Ты знаешь настолько, насколько ты хочешь знать. Понимаешь? Ну, мне на самом деле кажется, что в Украине люди, которые враждебно настроены, мародеры, и в том числе какие-то военные... Российские мародеры, которые кур бегают, ловят сейчас по украинским селам, дом оставлены, они забывают, ловят кур и кидают их, потому что им жрать нечего. Это ваши войска российские сейчас делают на территории Украины. Так, а вы это видели? Это видео какое-то? Да, видео, конечно. Конечно. А где? Видео. Прям вот человек с телефона снимает в украинском селе. А я сейчас тебе скажу, я это видел у Гончаренко. Есть такой Алексей Гончаренко. Называется так YouTube-канал. Набери его. Сегодня вышло, оно буквально пару часов назад. И там с третьей минуты, я уже давал его, с третьей минуты включай. Там, где ваши солдаты российские гоняются, бьют кур в Украине в мешок, ловят там, потому что им жрать нечего. Понимаешь? Но не на войне, по-своему. Это ваша особо... Так, а во имя чего вы напали на Украину? Для чего? Вот, я лично не знаю. Ну, я так предполагаю, что... для освобождения территории от украинцев, да? А Гитлер, когда напал на Советский Союз, он тоже напал для освобождения от жителей Советского Союза. Нет, вы ошибаетесь. У него были совершенно другие намерения. Гитлер не планировал освобождение. Не планировал захватить... Слушай, ты вроде бы не выглядишь абсолютно тупым, но говоришь штампами прямо вот из Киселева, Соловьева. Неужели у тебя не хватает мозгов самому чуть-чуть включить аналитику? Не хватает? Нет, я понимаю. Просто я же говорю, мне кажется, что не только может быть русский. Я же не говорю, я же сам не знаю. Как вы? Хорошо, подожди, подожди, ладно. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас ведь начали о том, где будет Россия и где будет твой воображаемый бизнес фантазийный. У тебя не будет бизнеса в России никогда, поверь мне. Но если когда не будет, то через много десятков лет. Россия в жопу. Люди бросают бизнеса и бегут сейчас из России. Он собрался открывать ресторан, блин, в России. Вот ты наив. Ты или наивный, или тупой. Одно из двух. Вот честно, вот другого нет. Нет, я скорее просто верю в лучшее. Ну, значит, тупой. Я понял. Я понял. Хорошо, спасибо за твое мнение. Все, давай. Пока. До свидания. Я верю в лучшее, я тупой. Вот это вот резюме этого разговора.